здравствуйте друзья я в некоторой задумчивости по поводу того как поступить с тем что я отснял за минувшие выходные сегодня 21 апреля понедельник ровно через неделю кстати 28 у меня будет день рождения так вот я с интересом наблюдаем и но не суть за эти выходные мы были в санта-круз и довольно напряженная была программа потому что приехали к нам родственники из родственники жены приехали из нью-йорка мы не так часто видимся поэтому мы взяли с собой в санта-круз и там у нас была насыщенная поездка но что получилось я практически все так по мелочи вывезем но был момент когда я довольно много снимал там несколько часов и получилась такая история что у нас есть риэлтор к которая покупала для нас дом вот нашу дачу вот эту ронда урон да есть муж а бог которого и наверное видели когда мы на катере значит вот поехали плавать это его катер вот он такой большой рыбак очень увлеченный и мы с ним поехали на этом катере но дальше вышло так что за разговорами за всякими они нас пригласили на следующий день прийти в их церковь которая христианская но без какой-то специфической деноминации вот как они это называют кто верит в библию и какая-то форма искать баптизм я не знаю ну такого плана но но не баптизм и я там тоже так поснимал немножко по мелочи вы видели но существенно было то что я заснял процедуру и все-таки это пасха было и там была некоторая служба и 20 человек там прошли крещение называется баптайзинг погружение в воду и это взрослые все люди были в основном взрослый может быть там пара детишек разного но в основном взрослые люди и была проповедь самого боба очень очень интересно на мой взгляд и там еще один дядька выступал тоже рассказывал про свой путь в жизни и проповедь боба интересно в двух честь в двух смыслах то есть один просто интересно вот как он рассказывал об иисусе и тогда тогда меня было интересно вот могу сказать и другое он рассказывал о себе как он пришел к вере и он 15 лет принимал кокаин так по-серьезному при том что он был шефом то есть он был хороший хорошим поваром очень здорово зарабатывал и и ронда тоже была официанткой и они там познакомились вот с ним и она тоже принимала кокаин и они оба были зависимыми не могли так просто избавиться и у них все деньги на это уходили и каждый день они начат там все в еду подсыпали там еще что-то жуткая история и вот однажды значит вот с ним такое приключилось он об этом рассказывает как значит ему пришел иисус он к нему не шел а вот иисус к нему сам пришел этот очень интересный рассказ тем более штамм половина народу которые взяли это люди с проблемами то есть там и с алкоголем там и еще что-то тоже наркоманы в прошлом то есть так публика будь здоров и я заснял вот его рассказ и наверное там на часок так судя судя по размеру файлов так я могу прийти на тонн там час рассказывал и процедура значит окунание там в воду людей там такой бассейн искусственные поставили посреди церкви посреди зала и там туда окунали в общем не знаю что с этим делать я конечно могу сделать такое небольшое папури и там может минут на 10 до показать вот там музычка играет слова молитвы слова песен которые они поют значит молитв от этих вот на стене значит идет проектор ну так в общем вкус так сказать этого дела могу передать но при этом мы не унил не поймем что он там говорит с другой стороны говорит он по-английски и другой парень там есть тоже он говорит по-английски свою историю рассказывает и даже я не знаю что делать поэтому наверное кто-то найдется желающий там может быть субтитры для этого всего сделать поэтому значит что я вижу я вижу путь такой сделать маленький сюжетик ноги на 10 на 15 минут где показать по кусочку всего может даже и быстрее это произойдет и отдельно параллельно сделать может быть какой-то плейлист и там не знаю там три четыре пять сколько видео получится вот столько туда запихнуть и чтобы те кто хочет более внимательно и детально это смотреть может быть им для изучения иностранного языка так английского может быть им захочется послушать же говорит он бесподобно вот но даже я не знаю поэтому я в данном случае что называется обращаюсь за помощью клуба то есть может быть вы скажете что да ну его нафиг там и не нужно там часовой проповеди зачем это надо вот но но не знаю в общем мне проще конечно не вывешивать да то есть работа меньше но с другой стороны я вижу в том что он говорит настолько много интересно вот я я там сидел он просто замиранием сердца его слушал потому что говорит он бесподобно и ну не знаю в общем такая история вопрос к вам что с этим делать то есть она есть она все есть и ждет вашего решения спасибо счастливо